Чемпионат Секпетербурга Николай Дедик, создатель команды Сечпро, мой менеджер и один из руководителей клубов, познакомил меня с Андреем Раховым. Эти ребята сейчас являются руководителями нашего клуба Сечпро. Четыре года назад, 11 июня 2012 года, мы смогли организовать наш дорогой и всеми любимый клуб смешных единоборств под названием Сеч. Особенностью нашего клуба является, наверное, то, что мы не терпим пустословов. Почему? Потому что в зале собраны в основном трудяги. Люди, которые терпеливы, трудоспособны, готовы добиваться результата. На первую тренировку пришел в футбольной форме, на меня так все посмотрели, что за футболист к нам пришел. Сразу же наводили меня в борьбе, набросали, наметелили. Но я не сдавался, продолжал работать и начинал потихонечку зарабатывать свою репутацию, как я привык делать с детства. Медленно, но верно. Буду всем рассказывать, как ты пришел, маленький, как бы я на тебя посмотрел, сказал, да, Серега, мы сможем из тебя сделать человека, ты будешь чемпионом. Это все вспоминаю всегда в шутку. Серега пришел в молодую спортсмену, но он отличался от остальных тем, что у него действительно был характер. В молодую готовы был драться, даже если он что-то не умел, он увозил все это старание. Первый спарринг в борьбе меня навозили, я понял, что не умею бороться. И после этого начал совмещать тренировки кикбоксинга и тренировки у Романа Зенцова и Станислава Нущика. Мой тренер Морозов Сергей Александрович давал мне технику в ударке, и я продолжал оттачивать борьбу. Потом начали появляться постепенно предложения на разные турниры. Это были любительские турниры, такие как «Дух война». Тоже сопротивление, у нас был реванш с Алексеем Мартыновым, Лакостом. По очкам я ему уступил, но я не считаю, что я проиграл этот бой. Когда он пришел в Сечи, стал специально заниматься здесь, он стал расти, он расти стал в профессиональном отношении. Почему? Потому что у него появилась возможность общаться с разными людьми из разных школ, из разных стилей. И у него появились возможности. Возможности чисто материальные, технические, ездить на сборах, не думать об экипировке витаминах и так далее. То есть более-менее профессионально, потому что ребята, которые занимаются в Сечи. Роман Павлович Зинцов спросил у меня, хочу ли я выступить на турнире по ММА. Я согласился. Поехал на турнир, на Гинск. Приезжаю, ищу свою фамилию. Там был раздел любителей и раздел профессионалы. Не могу найти себя в любителях. Ищу, ищу, смотрю. Потом оказывается, я в профессионалах. Для меня это был шок небольшой, что меня записали профессионалы. Вышел я туда. Вышел я на бой. В первом раунде пропустил жесткий тяжелый удар в конце раунда. Открыл глаза в углу. Соперик меня добивает. К счастью, я его перерезал, перетерпел. И ко второму раунду я понимал, что у меня болит жесткая челюсть. Я очень сильно разозлился. Андрей Рахов хотел меня снимать, но я сказал, что ни в коем случае. И в итоге я выиграл своего соперника за Бифову. Вот так началась моя профессиональная карьера. Я приехал, посмотрел списки, оказался профессионал. Вышел, победил. Заработал первые свои деньги. И на эти деньги мы купили билеты с женой. Поехали отдыхать на море. В моем послужном списке числится победа в чемпионате Санкт-Петербурга по ММА. Эта победа для меня один из моих шагов вперед. Не скажу, что бои были легкие. Скорее, я бился сам против себя, поскольку это было после травмы. И дальше я поехал на чемпионат России. На чемпионат России ничего не выиграл. Проиграл в первом же бою. У нас был приятель в Германии наш единомышленник Бенджамин Бринса из города Лейпциг. Тогда, в 2014 году, мы съездили к нему и сказали Бенджа, нам нужно развиваться, мы хотим выступать в Европе. Мы обсудили с ним, как все это будет выглядеть и приступили к реализации. До этого у нас уже была идея создания своей профессиональной команды. То, чтобы мимо клуба Сеч, который больше ориентирован на воспитание, скажем так, молодых ребят, любителей. Мимо этого нужна была профессиональная команда. Мы взяли Сергея Романова из Санкт-Петербурга, самого целеустремленного, самого нацеленного на результат. Взяли Мишу Коробкову из Рязани и отправили ее в Германию. Эта поездка пошла на пользу. Она очень сделала значительно более известными. Эти две победы, по две победы на каждого бойца упали в копилку. И по результатам этой поездки мы смогли, вот так с позиции хоть не то, что силы, но с позиции уже более своей. Серьезной значимости разговаривали с крупными организациями здесь, говорили, что вот наши бойцы, они востребованы в Европе. Смотрите, берите их скорее, а не только бы, скажем так, они уедут в Европу, будут выступать там, поедут оттуда еще дальше. От своего менеджера Николая Дедика я узнал об интересе ко мне компанией М1 Global. Мы понимали одно, что Сергей любит в Петербурге. И для ребят было в радость как бы прийти на турнир, на хорошее шоу, которое М1 всегда предоставляет нашим болельщикам. Он будет любим публикой. Это очень важно в боях. Не всегда важно быть хорошим бойцом, который только просто выигрывает. Вымучивает там победы, как-то вот идет свой рейтинг, выиграл бы и ладно. Важно, чтобы люди, которые приходят на эти турниры, они любили бойца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!